Параллельно уборочной стартует пассивная кампания. Вовремя заложить основу для следующего урожая – дело не менее ответственное. В землю закладывают семена нового сорта высокоурожайного рапса. Он устойчив к засухе и перепадам температур. Тем временем на молотую аграриев растут каждый день. Хлеборобы держат курс на 6-й миллион тонн с учетом масличной культуры. В Беларуси нарастят объемы строительства арендного жилья для военнослужащих. Задачи по вводу в эксплуатацию таких квартир для личного состава Минобороны только за первое полугодие выполнены уже более чем на 98% от годового плана. Сотрудники оборонного ведомства смогут выкупать их при наличии выслуги в 20 лет, а через 25 получать собственность бесплатно. Уже с сентября около половины белорусских школ перейдут на новые подходы в организации питания. Пилотный проект стартовал в прошлом году. Тогда к нему подключились 23 учреждения образования. Акцент на полезные калории и витамины. Появилось больше фруктов и овощей. Рацион стал более здоровым и разнообразным. С начала года в Беларуси привели в порядок более 900 дворов. Это касается состояния зданий, коммуникации, экологии и эстетики. Всё благодаря программе «Комфортное жильё и благоприятная среда» на 2021-2025, которая определяет сроки капитальных ремонтов и реконструкций. Пляжный сезон в самом разгаре. По прогнозу на ближайшие дни до плюс 30. В Бобруйске в утверждённом списке мест для купания побережья в центре города, в Приберезинском микрорайоне и около здравницы имени Ленина. А вот на пляже санатория «Шинник» специалисты не рекомендуют плавать из-за микробиологического риска.